Так, пишем подзаголовок, это у нас числовые ряды. И начнем мы, естественно, с определения, что такое у нас ряд определения. Пусть у нас имеется последовательность числовая. То есть это у нас А1, А2 и так далее, АН и так далее. Какая-то у нас числовая последовательность. Тогда у нас выражение А1 плюс А2 плюс и так далее, плюс АН плюс и так далее. То есть если мы будем суммировать все элементы последовательности, вот это выражение, мы его будем кратко записывать через значок суммы, сумма АН при Н от единицы до бесконечности. Вот такое выражение называется числовым рядом. При этом у нас сами элементы А1, А2 и так далее, АН, называются членами ряда. АН элемент называется общий член ряда. А если мы с вами построим следующие суммы, то есть первая сумма С1, назовем это сумма, которая только из первого элемента, состоит С2. Это мы возьмем сумму первых двух элементов. И так далее. СН – это у нас сумма первых Н элементов, то есть их ровно Н. Вот такие суммы называются частичными суммами ряда. Это у нас частичные суммы ряда. У нас сразу несколько здесь определений. Это у нас члены ряда, это у нас общий член ряда, и это частичные суммы ряда. И нас чаще всего будет интересовать как раз-таки СН. СН, так и называется, Н-ная частичная сумма ряда. Заметим, что наши частичные суммы – это просто у нас какие-то числа. То есть это числа у нас все конечные. То есть здесь нет ничего необычного. А необычное у нас только вот это выражение, которое является числовым рядом. Почему оно у нас необычное? Потому что по факту мы суммируем бесконечное число с лагами. Поэтому совсем уж сказать, что это сумма мы не можем, потому что количество элементов у нас бесконечное. Но поскольку мы все элементы складываем, иногда и называется, что вот это у нас сумма ряда. Но на самом деле по определению это не совсем так. Итак, следующее у нас определение. Это что такое у нас понятие сходящегося ряда. Итак, что нас будет интересовать? Нас интересовать будет наше вот это выражение. И заметим, что вполне возможно, что если мы будем складывать у нас бесконечное число раз слагаемых, у нас получится какое-то определенное число. То есть у нас, по крайней мере, это число будет конечное. Ну а в каких-то случаях у нас это выражение, оно у нас будет бесконечное. Итак, определение. Ряд у нас. АН. Называется сходящимся. Если существует конечный предел последовательности частичных сумм. то есть вот такой предел. предел СН, когда Н у нас стремится к бесконечности. То есть если такой предел у нас существует, то тогда ряд называется сходящимся. Иначе, соответственно, ряд называется расходящимся. при этом С, вот это предел частичных сумм, называется суммой ряда. если, конечно, у нас ряд сходящийся. То есть суммой ряда мы будем называть предел частичных сумм СН. Вот это именно у нас с вами будет называться сумма ряда. То есть у нас предел вот таких СН, где Н у нас стремится к бесконечности. На самом деле возникает вопрос. Мы вот так вот красиво все определили, а вдруг у нас вообще ряда, которые у нас сходятся, у нас вообще не существует. То есть вдруг мы вот какой ряд с вами бы не взяли, но все равно у нас мы будем знать, что у нас таких рядов и нет. Может, это просто для красивого словца. Но на самом деле, если мы вспомним школьную программу и вспомним с вами бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, то есть качество, давайте я напишу пример. То есть если мы с вами рассмотрим бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, прогрессию с вами рассмотрим такой. Единица, потом одна вторая, одна четвертая и так далее. Единица на 2 в степени Н. То есть у нас геометрическая прогрессия с знаменателем прогрессии, которая равна, соответственно, 1 и 2. То мы с вами знаем, что если у нас q у нас меньше единицы, то такая у нас последовательность, вот такой последовательности мы можем вычислить сумму, и эта сумма у нас будет с вами конечной. То есть у нас сумма это что такое было? b с нуликом, это у нас первый член прогрессии, делить на единицу минус q. Ну, если мы с вами посмотрим, что вот это у нас как раз-таки b с нуликом, это у нас с вами q, то если мы с вами возьмем сумму нашей бесконечно убывающей прогрессии, то эта сумма у нас есть b с нуликом, это у нас единица, а здесь получается единица минус 1 вторая. И если мы с вами посчитаем, то есть у нас получается внизу 1 вторая, вдруг перевернется, получается 2. То есть вот эта сумма у нас нашей последовательности равна 2. то есть она вполне себе конечная. Ну, то есть все-таки у нас какие-то ряды, которые у нас с вами будем проходить, они все-таки у нас конечные. Как минимум, да, один мы с вами уже просто знаем, что если мы с вами возьмем бесконечно бывающую геометрическую прогрессию, то сумма у нее конечная. Ну, и про вот этот пример, да, то есть на самом деле даже есть анекдот про последовательность бесконечных математиков, которые пришли в бар, первый заказал кружку пива, второй заходит, говорит, а мне половинка от кружки пива, следующий приходит и говорит, а мне половинку от того, что заказал предыдущий. И так далее идет последовательность математиков, который просит налить ровно половину от того, что заказал предыдущий товарищ, да, и бармен говорит, ну, хватит, 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 и наливает им две кружки пива на всех. Ну, вот, соответственно, как раз-таки такой математический анекдот, который показывает, что у нас сумма этого ряда равна 2. Итак, ну, теперь переходим мы к основным свойствам рядов. Итак, свойства. Итак, первое у нас свойство, то, что если у нас ряд АН сходится и его сумма равна С, то тогда у нас ряд, который составлен из элементов С на АН, то есть если мы каждый элемент умножим на какую-то константу, где С у нас произвольное число, тоже у нас будет сходиться и его сумма равна С умножить на С. То есть из сходимости ряда АН у нас будет вытекать сходимость, соответственно, ряда вот такого. Ну, если мы с вами посмотрим на то, что такое у нас ряд сходится, то есть это означает, что у нас существует вот такой конечный предел, то если мы все элементы умножим на Н, СН у нас как превратится, то есть это будет у нас тоже, как и здесь, везде у нас С мы написали, и у нас получается новая сумма С на СН. Но поскольку С константа, здесь будет С на СН, С константа, за знак предела мы ее можем вынести, то есть предел, поскольку этот у нас конечный, то у нас и предел С на С тоже у нас получается конечный, и сразу мы получим сумму, получается С на С. То есть у нас это свойство вполне себе очевидное. Итак, следующее у нас свойство. Пусть у нас имеется теперь два ряда. Итак, если у нас ряды АН и БН сходятся, и их суммы равны С1 и С2, соответственно, то тогда ряды, которые у нас составлены из суммы, либо разности этих элементов, также сходятся и их суммы соответственно равны С1 плюс-минус С2. Тоже доказательство у нас опять вытекает из того, что такое у нас сумма ряда. То есть это предел частичных сумм. То есть у нас, если мы ряд составим соответственно из элементов АН плюс БН, то у нас получается здесь предел от суммы. И поскольку каждый предел у нас конечный, то предел от суммы это сумма пределов, и мы как раз таки получаем то, что у нас сумма равна С1 плюс-минус С2. То есть у нас опять доказательство, это по сути применение свойства пределов. То есть у нас определяется все через пределы. Итак, и следующее у нас свойство, что если мы с вами отбросим какое-нибудь количество элементов ряда, либо добавим какое-то конечное, подчеркиваю, число элементов ряда, то насходимость ряда это никак влиять не будет. Давайте запишем и потом поймем почему. То есть отбрасывание и добавление конечного числа членов ряда не влияет на его сходимость. Ну и на самом деле на расходимость тоже. Ну почему это так? То есть у нас ряд сходится, если у нас вот такой предел конечный. Если мы добавим какое-то сюда конечное число, то у нас от этого сумма только увеличится, соответственно, либо уменьшится на это число. То есть, ну и если этот предел у нас существовал, то добавление конечного числа у нас никак не повлияет на то, что у нас предел уже конечным не будет. Поэтому мы можем прибавить либо отбросить какое-то конечное число ряда. Ну и теперь на самом деле нам нужны признаки, чтобы по ним мы могли с вами понимать, ряд сходится либо расходится. Начнем мы с вами с первого признака, который называется у нас необходимый признак сходимости. Я здесь прям восклицательный знак потом поставим и напишу, что необходимым признаком сходимость мы показать не можем. Мы можем с помощью этого признака показать только расходимость ряда. Итак, то есть первый у нас признак это у нас с вами необходимый признак сходимости. Давайте прямо красный будем выделять все признаки. и звучит он следующим образом, что если у нас ряд АН у нас с вами сходится, то тогда у нас предел АН общего члена ряда предел АН будет равен нуля. То есть если ряд у нас сходится, то предел АН это у нас с вами нуль. ну и давайте с вами покажем почему это так. Итак, доказательства. Итак, ну пусть у нас с вами есть ряд наш АН он у нас с вами сходится. И давайте с вами рассмотрим частичную Н минус первую сумму. То есть это что такое? Это сумма у нас А1 плюс и так далее плюс А с индексом Н минус 1. И рассмотрим с вами Н частичную сумму. То есть мы здесь получаем, что мы просуммировали до Н минус 1. И соответственно у нас еще один элемент ряда плюс АН. Итак, заметим, что если мы из СН вычтем СН минус 1, то есть это у нас вполне себе конечное выражение, то что у нас с вами получится. у нас получается А1 плюс и так далее плюс АН минус 1 плюс АН минус А1 плюс и так далее плюс АН минус 1. То есть когда будем вычитать, у нас с вами останется что? А1 и здесь минус А1 сократится, АН минус 1 и АН минус 1 сократится и останется только АН. Вот оно у нас осталось. То есть у нас разность получается равно АН. Ну а теперь давайте в этом выражении мы перейдем к пределу при Н стремящемся к бесконечности. Поскольку у нас здесь с вами стоит равенство везде, то мы это с вами сделать можем. Итак, предел у нас СН минус СН минус 1 при Н стремящемся к бесконечности. И здесь у нас получается предел АН. Поскольку у нас ряд сходящийся, то предел у нас от разности это разность пределов. У нас получается предел СН минус предел СН минус 1. Ну а здесь у нас остался наш предел АН. поскольку ряд у нас сходится, то предел частичных сумм это С. Так как у нас Н стремится к бесконечности, если мы вычтем единичку, здесь тоже у нас выражение стремится к бесконечности. То есть здесь тоже стоит предел частичных сумм. Он у нас равен С. Ну а здесь стоит у нас наш предел АН. Ну и мы видим, что левая часть у нас равна нулю, и мы тем самым получили, что у нас предел АН это ноль. Итак, то есть мы с вами доказали, что если ряд сходится, то предел АН это ноль. Ну давайте здесь прямо запишем восклицательный знак, поставим что с помощью этого признака мы с вами доказать сходимость не можем. Мы можем доказать расходимость. Продолжение следует... нельзя. Я здесь тоже восклицательные знаки поставлю, подчеркну двумя чертами, да, то есть с помощью этого признака можно напишу только доказать расходимость. То есть как это будет выглядеть? То есть мы переформулируем это утверждение наоборот. А наоборот, как у нас будет звучать, что если общий член ряда АН его предел отличен от нуля, то ряд расходится. То есть вот если общий член ряда нас не стремится к нулю, то тогда ряд будет расходиться. Вот именно так пользуются необходимым признаком сходимости. Итак, ну давайте пример приведем сразу. И пример у нас с вами будет следующим. Итак, исследовать сходимость ряда. и ряд у нас с вами будет вот такой. Ряд Н у нас от единицы до бесконечности и здесь у нас стоит 2Н плюс 3, а здесь стоит 3Н плюс 5. Вот такой ряд. Итак, ну что мы будем делать? во-первых, то, что у нас стоит под значком ряда, это у нас как раз таки общий член ряда. То есть общий член ряда АН это есть 2Н плюс 3 делить на 3Н плюс 5. Итак, ну а теперь давайте посчитаем предел АН. То есть у нас получается 2 предел 2Н плюс 3 на 3Н плюс 5. Хорошо. Здесь у нас смотрим получается числитель стремится к бесконечности, знаменатель стремится к бесконечности, то есть неопределенность вида бесконечность на бесконечность и нам нужно вычислить предел. Ну и тут пределы вы можете вычислять так, как вам удобно. Хотите, вы можете вычислять по правилу на петали. Хотите здесь поделить на Н высшей степени. То есть как хотите. Я воспользуюсь правилам лопитания. То есть отдельно найду производную от числителя. Отдельно найду производную от знаменателя. И что у меня получается? Производная от 2n плюс 3 у меня 2. От знаменателя у меня 3. То есть предел у меня равен 2 трети. Я вижу, что предел а n у меня равен 2 трети. Он у нас отличен от нуля. Вот предел. Отличен от нуля. И значит я сразу могу сказать, что ряд у меня расходится. Ряд у меня будет расходящимся. То есть вот в в таком варианте мы с вами можем находить то, что ряд у нас расходится. Если бы у нас получился предел а n равен нулю, то ничего бы мы сказать не могли. Он может как сходиться, так и расходиться. То есть это необходимый признак, но он не является достаточным признаком. Достаточно мы перейдем чуть позже. Итак, ну и давайте тут же попробуем с вами то есть мы знаем, что у нас ряд. То есть у нас сходящийся, допустим, этот ряд. Ну, расходящийся. Но вот если бы у нас был ряд сходящийся, то понятно, что иногда хочется понять, как посчитать сумму ряда. Да, и мы давайте хотя бы какой-нибудь, ну, кроме как у нас бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, то есть как мы еще можем с вами взять и посчитать сумму ряда. Итак, то есть давайте следующий у нас примерчик, а мы с вами возьмем посчитаем сумму ряда. Итак, пример у нас здесь пусть будет один был насходимость, а второй мы возьмем посчитаем сумму ряда. Итак, прямо сюда напишем, то есть это у нас пример 2. Здесь у нас найти сумму ряда. И ряд у нас вот такой. к сожалению, забегая вперед, да, не у каждого мы так красиво сможем найти сумму ряда. Ну, во-первых, мы должны убедиться, что вообще у нас есть хоть какие-то шансы на то, что у нас этот ряд будет сходящимся. То есть давайте с вами хотя бы проверим, что у нас он точно не расходящийся. то есть сначала мы с вами проверим, что у нас сумма, что у нас предел а n у нас будет равен нулю. Итак, хорошо. Итак, а n у нас это то, что у нас стоит под знаком суммы 14 на 49 n в квадрате минус 70 n минус 24. Найдем предел а n у нас получается 14 на 49 n в квадрате минус 70 n минус 24. 4. Итак, n устремляет устремление бесконечности и что у нас с вами получается? У нас получается в числитель стоит у нас число 14, а знаменателе у нас стоит выражение, которое стремится к бесконечности. Ну, может быть, так непонятно, что оно к бесконечности стремится, но я его запишу несколько по-другому. Я сделаю так, я вынесу n из первых двух слагаемых и у меня здесь получается 49 n минус 70, а минус 24 оставлю сюда. И у меня тогда получается n стремится к бесконечности, 49 n минус 70 тоже стремится к бесконечности, да, то здесь у меня стоит бесконечность минус какое-то число, то есть это бесконечность. И число на бесконечность – это у нас 0. То есть мы не можем сказать, что ряд сходится. И не можем сказать, что он расходится. То есть ничего сказать о сходимости и расходимости мы не можем. Так и напишем. То есть ничего не можем сказать о сходимости. У нас задача – это найти сумму ряда. Поэтому, значит, если уже я такой пример нарисовала, значит, заведомо у нас будет сходиться. И давайте попробуем эту сумму найти. То есть для начала что мы сделаем? Решим, уравниваем тратное, которое у нас стоит за знаменателем. Итак, мы можем найти корни нашего квадратного уравнения и разложить этот многочлен по корню. Итак, ну корнями этого уравнения у нас первый корень минус 2 синие. Здесь вы можете находить как угодно. Хотите по вьета, хотите с помощью дискриминанта. Но уж не будем на этом останавливаться. Итак, корни здесь у меня подобраны так, что это здесь минус 2 седьмой и 12 седьмой. Тогда мы с вами разложим 49n в квадрате минус 70xn минус 24. Следующим образом 49 на ниболе а в умнести. И здесь x минус 1 корень, то есть получается x плюс 2 седьмой на x минус 2 корень, x минус 12 седьмой. Итак, ну а теперь ведем здесь к общему знаменателю. У нас получается с вами следующее. У нас получается 49, а здесь получается 7x плюс 2 делить на 7. А здесь получается у нас 7x минус 12 делить на 7. Ну, семерки 49 у нас сократятся. И получается он от x минус... Я n сделала в качестве разложения. Итак, ну, значит, n здесь у меня и будет стоять. Уже по привычке с квадратными уравнениями пытаюсь написать x. Итак, здесь у нас n, конечно. Итак, и тогда у нас получается здесь 7n плюс 2 на 7n минус 12. Ну, теперь возьмем и разложим нашу дробь 14 на простейшие дроби. На простейшие дроби. Мы уже с вами, когда интегралы считали, мы с вами вспоминали, как раскладывать. Итак, здесь 49n в квадрате минус 70n минус 24. И у нас получается с вами, что это есть 14 делить. Здесь мы разложили на сомножители 7n плюс 2, 7n минус 12. То есть у нас получается две дроби. А на 7n плюс 2 плюс b на 7n минус 12. Ну, теперь нам нужно что? Найти а и b. Ну, как находить мы с вами знаем. То есть приведем к общему знаменателю. У нас получается а на 7n минус 12 плюс b на 7n плюс 2 и поделить на 7n плюс 2, 7n минус 12. Итак, мы говорим о том, что у нас везде стоят равенства, знаменатели у нас равны, значит равны и числители. Выписываем это равенство 14. Здесь у нас а на 7n минус 12 плюс b на 7n плюс 2. Так, прошу прощения, если у меня все включено. Так. Ну, находим. То есть здесь самое простое, да, это подставить корни из знаменателя. Итак, первый у нас корень. Это у нас с вами был минус 2 седьмого. Подставляем. У нас получается 14, а здесь у нас получается 7 на минус 2 седьмого, минус 12. Итак, ну, а здесь у нас, когда подставим минус 2 седьмого, у нас это слагаемое ушло у нас просто в ноль. Итак, и тогда что у нас получается? 14. Здесь мы, когда будем перемножать, у нас получается минус 2 и минус 12. Получается минус 14а. И отсюда мы сразу получаем а. А у нас равно минус 1. Итак, теперь подставляем второй корень из знаменателя. Это у нас с вами 12 седьмого. А у нас получается здесь 14. Первая скобка обнулится. И здесь будет b. 7 умножить на 12 седьмого плюс 2. У нас получается 14. А тут станет у нас теперь 14b. И отсюда мы b найдем. b у нас равен 1. То есть тем самым мы с вами разложили на две простейшие дроби. Соответственно, вот так. То есть у нас с вами было 14 делить на 49n в квадрате минус 70n минус 24. И получили две дроби. единицы на 7n минус 12. И минус, поскольку минус единица у нас, 7n плюс 2. Таким образом мы разложили. Хорошо. Тогда давайте с вами, поскольку сумма ряда – это предел частичных сумм, мы с вами посмотрим, как у нас выглядит вот эта n-ная частичная сумма. То есть это сумма первых n слогательных сумма по k от единицы до n. И здесь у меня стоит выражение 14 на 49k в квадрате минус 70k минус 24. Поскольку дробь я разложила, то есть я это могу представить в виде дроби разности двух дробей. То есть у меня получается единица на 7k минус 12 минус единица на 7k плюс 2. Ну а теперь у нас суммы здесь конечные. Давайте посмотрим, как они у нас будут выглядеть, когда мы будем подставлять вместо k от единицы до n. Итак, ну давайте с вами посмотрим. Итак, подставим в к единичку. Что у нас с вами будет? 7 минус 12 минус 5. То есть получается минус 1 пятая. Дальше у меня стоит минус. И я теперь сюда подставляю вместо k единицу. У меня получается 7 плюс 2. Получается у меня 9. То есть минус 5 плюс 1 девятая. Это у меня первое слогательное. Я ее прямо в скобочках пока напишу. Плюс. Теперь у меня второе слогаемое. Вместо k я должна подставить двойку. Что у меня получается? Здесь у меня 14 минус 12. Получается 2. То есть получается 1 вторая минус. И теперь сюда подставляю вместо k двойку. У меня получается... Можно вопрос, почему именно двойку? Потому что смотрите, когда у нас стоит такая сумма, это значит, что я каждый раз должна подставить все возможные k. То есть от единицы до n. То есть мы идем... К натуральному ряду. Сначала k единица, потом двойку, потом тройку и так далее. Мы должны дойти до n. Поняла. Спасибо. Итак. 2. Получаем 7 на 2. У нас с вами 14. Плюс 2. У нас получается 16. То есть получается минус 1 шестнадцатая. Ну давайте дальше. Пока мы никакой зономерности с вами... Соответственно, будем сейчас пытаться искать. Итак, берем следующее. Вместо k подставим тройку. Итак, что у нас получается? Подставим 3. 7 на 3 у нас получается 21. 21 минус 12. Это день. То есть у нас получается 1 девятая. Сюда подставляем тройку. 21 плюс 2. Получается 23. Получается 1 двадцать третья. Так. Ну еще подставим. Подставим теперь четверку. Итак, 7 на 4. 28. 28 у нас минус 12. У нас получается 16. Минус. И сюда подставляем четверку. У нас получается 28 плюс 2. У нас получается 30. То есть минус 1 тридцатая. Ну и давайте пятерку уже подставим. Чтобы было вообще хорошо. Итак, пятерку подставляем. 7 на 5. 35. Минус 12. Получается у нас 23. Получается 1 двадцать третья. И минус. Подставляем сюда 5. Получаем 7 на 5. 35. Плюс 2. 1 тридцать седьмая. Плюс я напишу и так далее. И теперь давайте посмотрим, как они у нас соотносятся, чтобы понять, какие последние слагаемых, сколько нам последних слагаемых нам с вами взять, чтобы понять, что у нас с вами происходит. А заметьте, мы с вами следующее. Что у нас здесь стоит? Смотрите. Минус 1 девятая. А вот здесь стоит 1 девятая. Следующая у нас минус 1 шестая. А следующая на скобке стоит плюс. Здесь оставит у нас минус 1 двадцать третья. То есть они у нас что сделают? Они у нас просто возьмут и сократятся. То есть от минус 1 девятая с 1 девятой. Я буду разным цветом зачет. Минус 1 шестнадцатая плюс 1 шестнадцатая. Минус 1 двадцать третья плюс 1 двадцать третья. То есть что у нас с вами здесь останется? То есть у нас останется. То есть мы подозреваем, что потом у нас с вами сократится. Здесь 1 тридцатая. И здесь сократится минус 1 тридцатая. И так далее. То есть у нас с вами останется первая слагаемая. И у нас сколько здесь осталось? Два последних слагаемых. То есть если бы у нас сумма была до пяти. То есть первая минус 1 пятая обязательно у нас останется. И дальше минус 1 пятая и 1 вторая, прошу прощения. И у нас последние два останутся. Поэтому давайте попробуем выписать последние три слагаемых. Что значит три слагаемых? То есть у нас с номером n, с номером n минус 1 и с номером n минус 2. Которые у нас будут. То есть три последних до n. Итак, то есть я сюда теперь вместо k буду подставлять n минус 2. Посмотрим, что у нас получится. Итак, подставляю плюс. Итак, у меня получается следующее. Я подробно напишу. Единица делить на 7. n минус 2 и минус 12. Минус единица. Здесь у меня получается 7 на n минус 2 и плюс 2. Плюс. Здесь у меня получается. Теперь подставляю n минус 1. Единица на 7. n минус 1 минус 12. Минус единица на 7. n минус 1 плюс 2. Плюс. Единица. Теперь n подставляю. 7n минус 12. Минус единица. 7n плюс 2. Ну, теперь буду раскрывать скобки, что у меня получится. Да, ну, вот те элементы, то есть они у меня сократились. И у меня остается здесь у меня минус 1 пятая плюс 1 вторая. И вот наши последние слагаемые я тоже, соответственно, выпишу, что у меня будет получаться. Итак, плюс. Итак, раскрываю здесь скобку. Получаю 7n минус 14 и минус 12. То есть получается у меня что такое? У меня получается 7n минус 26. Здесь у меня получается единица. Здесь у меня 7n минус 14 плюс 2. 7n минус 12. Здесь у меня останется. Вот так я тоже скобки поставлю. Здесь у меня получается 7n минус 7 и минус 28. 7n минус 19. И здесь у меня получается единица 7n минус 7 плюс 2 минус 5. И здесь у меня осталось все то же самое. Когда мы с вами сокращали, уже вот на этом этапе мы видели, что они у нас все сократятся, останутся только два вот этих слагаемых. Какие у нас здесь два этих слагаемых? Давайте подчеркнем. Это получается у нас слагаемое. Получается 7n плюс 2. И единица на 7n минус 5. Остальные у нас, соответственно, сократятся, когда мы будем сокращать там внутри. То есть у нас внутри сократятся, но тоже каким-то там цветом они у нас там сокращаются. Вот эти у нас мы видим, что они сократятся. Те другие тоже сократятся, но мы их не видим. Где-то там они у нас в серединке, поскольку здесь у нас многоточие стоит. И у нас тоже сократятся. Ну, только другие там цветами тоже у нас сократятся. То есть останутся у нас вот эти два слагаемых и вот эти два слагаемых. Ну, в общем-то, и все. Что мы хотели, то мы и сделали. То есть у нас получается минус 1 пятая плюс 1 вторая. К общему знаменителю мы приведем. И у нас остается минус 1 на 7n минус 5 и минус 1 на 7n плюс 2. То есть вот в таком виде у нас с вами будет выглядеть наша n-ая частичная сумма. Ну, теперь давайте найдем ее предел. Итак, предел с n-ого при n стремящемся к бесконечности это предел от этого. То есть у нас получается 1 минус 1 на 7n минус 5 минус 1 на 7n плюс 2. Заметьте, что здесь у нас стоит 1 на бесконечность и здесь единицы на бесконечность у нас бесконечно малая. И значит наш предел равен 3 десятых. А это кто такой предел четвертых сумм? Это у нас сумма ряда. То есть у нас сумма ряда, это есть 3 десятых. То есть мы с вами нашли, чему равна сумма ряда. То есть она у нас равна 3 десятых. То есть вот таким непростым способом, то есть раскладывая на сумму двух дробей, мы с вами можем понять, чему равна у нас сумма ряда. Простой, то есть единственный на многочлен. То есть мы посчитать можем, если у нас ряд какой-то будет более замысловат. Хорошо. Ну и теперь давайте с вами определим, что такое у нас знакоположительный ряд. И будем рассматривать признаки для знакоположительных рядов. Итак, под заголовок напишем знакоположительные ряды. И определение у нас. Итак, ряд АН знакоположительный. Если его члены ряда не отрицательны. Ну, вполне логичные моменты. И вот нас теперь будут интересовать ряды, которые у нас не отрицательны. Первое у нас, то есть признаки, которые будем с вами рассматривать, это у нас предельные признаки. Это у нас признаки сравнения, прошу прощения. Итак, первый у нас это обычный признак сравнения. Второй еще называют предельный признак сравнения. Итак, теорема у нас признак сравнения. Итак, пусть у нас даны два знакоположительных ряда. И пусть у нас выполняется, что у нас АН не превосходит БН для любого Н. Тогда исходимости ряда. Давайте напишем. Тогда, если у нас ряд БН сходится, то есть ряд из элементов, которые у нас больше получается, сходятся, то есть из большего, так называемого, ряда, если больше ряд сходится, то и меньше будет ряд сходиться. И если у нас меньший ряд расходится, то тогда у нас и больше ряд тоже будет расходиться. Ну, тоже вполне себе логичное у нас утверждение, что если у нас больше сходится, то меньший ряд должен тоже у нас сходиться. И наоборот. Ну, естественно, это только у нас для знакоположительных рядов. И вторая у нас теорема. То есть тут-то мы должны, конечно, понимать, какие у нас сходятся, какие расходятся. Пока у нас сложно это сказать, но можно. Итак, вторая у нас теорема. Это тоже у нас признак сравнения. Он называется предельный признак сравнения. Итак, то есть опять пусть у нас даны два ряда, а, н и, б, н, знакоположительные. И пусть у нас существует конечный, отличный от нуля следующий предел. Извините, а вы не могли бы чуть-чуть повыше показать на секунду? Повыше? Да, спасибо большое. Пусть у нас существует предел. конечный напишу. Подчеркну. А, н на, б, н. То равен, с, и, с у нас отлично от нуля. Тогда ряды ряд, а, н, и ряд, б, н, сходятся. Или расходятся одновременно. То есть, по сути, что у нас здесь написано? То есть, мы, по сути, если можем заменить какое-то выражение на эквивалентное, да? Ну, эквивалентное, там вообще предел равен единице. То есть, если на эквивалентное мы с вами заменим, да? То есть, как мы делали это в пределах, например, да? То тогда мы с вами можем говорить о том, что у нас ряд более, который сложно записан, да? Он тоже будет сходиться или расходиться как более простой ряд. Ну, чтобы прежде этими теоремами пользоваться, нам нужно что? Хотя бы понимать, какие ряды у нас сходятся. Итак, мы с вами, да? То есть, пока просто поверим мне на слово, что вот эти ряды, которые я сейчас вам напишу, обобщенный гармонический ряд, и там ряд геометрической прогрессика мы знаем, обобщенный гармонический мы еще пока с вами не знаем. Мы просто с вами не поверим на слово, что при каких случаях он сходится или расходится. А потом мы это с вами обязательно проверим. То есть, у нас с вами будет признак сходимости, и мы с вами проверим, да, что действительно у нас ряд этот будет при каких параметрах сходиться, при каких расходиться. Итак, здесь напишем с вами замечание. И пока мне поверим на слово. что вот такой ряд единица делить на n степени альфа называется обобщенный гармонический ряд. И мы должны знать следующее, что если у нас альфа больше единицы, то ряд сходится. А если альфа у нас меньше либо равно единице, то он у нас расходится. То есть все зависит от того, какая у нас здесь стоит степень. То есть если у нас больше единицы, то он сходится. И если у нас меньше либо равно единице, то он у нас расходится. Ну и второе замечание, это в принципе у нас, что такое у нас геометрическая прогрессия. Ну и это здесь в принципе, вот это мы уже с вами знаем со школы. Итак, то есть если у нас с вами есть ряд Q в степени N, называется ряд геометрической прогрессии. И он у нас, если Q у нас по модулю меньше единицы, он у нас сходится. А если у нас Q по модулю больше либо равно единице, то у нас он расходится. Это для того, чтобы мы могли с вами сравнивать наши эти ряды еще хотя бы с чем-то, пока у нас там нету чего-то другого. Ну давайте мы с вами возьмем какой-нибудь ряд и с вами посмотрим, применим нашу теорему, чтобы понять, сходятся у нас ряды или расходятся. Итак, примеры. Итак, первый у нас пример будет такой. Возьмем такой вот с виду, вообще очень неприятный и страшный ряд. Итак, здесь напишем 3 плюс 2 косинуса N на P пополам. Здесь у нас возьмем корень кубический из N в квадрате. А здесь мы напишем так, корень шестой степени из N в одиннадцатой плюс 10. Вот такой страшный ряд. Ну а теперь давайте рассуждать, что мы можем с вами здесь сказать про то, что у нас с вами находится внутри. Ну, во-первых, мы можем сразу увидеть с вами трагонометрическую функцию. Это косинус, и мы с вами знаем, что косинус, если мы с вами возьмем его по модулю, то есть по модулю у нас косинус X, он у нас что, не превосходит единиц. То есть у нас что здесь получается? То есть у нас вот это выражение, у нас минимальное значение будет минус 2, поскольку с двойкой. Да, а максимальное будет у нас двойка. То есть максимум, минимум минус 2, максимум у нас будет, соответственно, здесь стоять пятерка. Хорошо. Что мы еще можем сказать? Еще можем мы сказать следующее, что вот если мы с вами посмотрим на наш корешок в знаменателе, то если мы с вами константу отбросим, то выражение у нас просто уменьшится. То есть мы можем сказать так, что это корень шестой степени из N в одиннадцатый. Ну, а теперь давайте возьмем наше это выражение и оценим сверху и снизу. Итак, то есть получается 3 плюс 2 на косинус N на P пополам на корень. Ну, нам сверху достаточно. Давайте тогда. Ну, сейчас я напишу и подведу наш. Ну, во-первых, у нас выражение здесь все неотрицательное, поэтому это строго больше нуля. То есть это неотрицательный членный ряд. Так, ну, а теперь мы с вами сверху оцениваем. Итак, то есть мы здесь с вами выяснили, что максимум у нас здесь может быть двойка. Вот если с двойкой. То есть максимум у нас числитель, то есть если на большее мы заменим. То есть это у нас здесь будет пятерка. То есть я оставлю 5. Здесь я N напишу, что это N в степени 2 трети. А знаменатель я могу, если знаменатель заменю с вами на меньшее, то дробь у меня только увеличится. Здесь я могу оставить N в степени 11 шестых. Ну, а дальше в степени у нас вычитаются. И у нас получается, я напишу так, 5 на N в степени у нас получается 11 шестых минус 4 шестых, получается 7 шестых. Ну, теперь давайте посмотрим, что же у нас за ряд. Вот такой 5 делить на N в степени 7 шестых. Ну, константа у нас на сходимость и расходимость влиять не будет. То есть я могу пятерку вывести. И у меня остается вот такой ряд. Единица на N в степени 7 шестых. А это у нас гармонический ряд. Вот у нас гармонический ряд. И альфа у нас здесь равно 7 шестых. Итак, альфа равно у нас 7 шестых. И это означает, что у нас ряд сходится. То есть мы с вами заменили на больший ряд. То есть у нас будет больше. Значит, и меньший ряд тоже будет у нас сходиться. Это по нашей первой теории. То есть если у нас больший ряд сходится, то и меньше будет у нас сходиться. То есть мы говорим о том, что у нас исходный ряд тоже сходится. Тем самым мы взяли и свели это все гармоническому ряду и сравнили, поскольку знаем, что тут у нас ряд сходится, мы получили, что исходный ряд у нас тоже будет сходиться. Откуда мы точнее взяли дробь 5n в степени 2 трети, деленное на n в степени 1. Еще раз, то есть мы хотим заменить наше выражение, которое здесь стоит, на большее. Итак, у нас максимальное значение у косинуса это единичка. Больше косинус быть не может. Если мы 2 умножим на единицу, будет двойка, да еще тройку прибавим, получили 5. Вот она у нас. Корень третьей степени z в квадрат это n в степени 2 трети. Просто вот таким образом записали. Дальше мы хотим посмотреть, что у нас в знаменателе. То есть, чтобы дробь увеличить, знаменатель мы должны уменьшить. И мы его, чтобы уменьшить, знаменатель, мы что, мы просто убрали десятку. Если мы 10-10 уберем, да, то есть прибавлялось какое-то положительное число, если мы уберем, то знаменатель у нас уменьшится. Знаменатель, да, он станет меньше. А это означает, что дробь у нас увеличится. И у нас получается в знаменателе n в степени 11 шестых. Вот мы с вами получили. То есть, тем самым мы с вами дробь эту увеличили, да, то есть получили новый ряд, вот такой. Мы видим, что он у нас гармонический, он у нас сходящийся, он больший ряд. А если больший ряд у нас сходится, то и меньше тоже будет у нас с вами сходиться. Поняла, спасибо большое. Хорошо, ну и давайте следующий у нас, возьмем примерчик, чтобы мы с вами могли вторую теорему тоже применить. Пример вот такой возьмем. Пример. Вот так вот возьмем. Итак, ряд. При n от единиц до бесконечности. А здесь возьмем с вами арксинус. Единицу на... n в квадрате плюс 1. Вот так вот. Синус от этого выражения. И нам нужно понять, что у нас с вами здесь будет. Будет ли ряд у нас сходящийся, либо ряд у нас с вами будет расходящийся. Ну и чтобы у нас ряд был положительный, да, то есть здесь у нас не факт, что у нас будут положительные слагаемые, да, давайте еще арксинус квадрата взведем вот так вот. Итак, что мы здесь можем сказать? То есть мы с вами будем рассматривать то, что у нас с вами стоит внутри. Итак, арксинус у нас в квадрате от единицы на n квадрат плюс 1. Мы с вами, когда проходили пределы, да, мы с вами знаем, что если у нас аргумент стремится к нулю, то арксинус х у нас эквивалентен ху. Давайте с вами посмотрим, что если мы возьмем с вами единицу на n квадрат плюс 1, и когда n у нас стремится к бесконечности, единица на бесконечность – это выражение стремится к нулю. А значит, арксинус бесконечно малый у нас будет эквивалентен самой этой бесконечно малой. То есть мы с вами можем сказать, что у нас это эквивалентная единица на n в квадрате плюс 1 у одного арксинуса, а он в квадрате, поэтому мы возведем в квадрат. Хорошо, то есть тем самым мы можем сказать, что это есть единица на n в квадрате плюс 1, и все у нас в квадрате. Мы можем с вами это записать и по-другому. То есть мы с вами можем сказать следующее, что это есть единица, а здесь возвести в квадрат. У нас получается n в четвертой плюс 2n в квадрате плюс единица. Теперь заметим, что у нас в знаменателе, когда n стремится к бесконечности, к бесконечности больше всего, быстрее всего будет убегать n в четвертой степени. То есть я хочу показать, что у меня наша вот эта дробь, она будет эквивалентна единице на n в четвертой. Ну давайте проверим, что это у нас действительно так. Чтобы это проверить, мы что? Мы должны найти предел отношения функции единица на n в четвертой плюс 2n в квадрате плюс 1 делить на единицу на n в четвертой. То есть это у нас есть предел. Дробь у меня вторая перевернется. Будет n в четвертой на n в четвертой плюс 2n в квадрате плюс 1. У нас получается неопределенность бесконечность на бесконечность. А мы уже с вами знаем, как с этим работать. То есть у нас можно полопетали, но 4 раза мне не хочется полопетали производные находить. Поэтому я просто возьму, поделю и числитель, и знаменатель на n в четвертой. Итак, n в четвертой на n в четвертой. Здесь у меня получается n в четвертой на n в четвертой плюс 2n в квадрате на n в четвертой плюс единицы на n в четвертой. n в четвертой на n в четвертой у меня сокращается. получается единица, а здесь единица плюс 2 на n в квадрате плюс единица на n в четвертой. 2 на n в квадрате стремится к нулю, единица на n в четвертой стремится к нулю, и предел у меня равен единице. То есть действительно у меня получается, что у меня выражение единицы на n в квадрате плюс 1 в квадрате эквивалентно единице на n в четвертой. Хорошо, то есть я нашла ряд, который у нас будет эквиваленте нашему этому ряду. Так, конечно, не говорят, у нас эквивалентно выражение, которое под знаком ряда, но по факту я знаю, что если я, согласно второй нашей теореме, найду ряд такой, что их предел отношения это константа, в данном случае это единица, то эти ряды будут сходиться или расходиться одновременно. А что я сделала? Я сделала следующее, что у меня ряд будет сходиться либо расходиться одновременно с рядом единиц на n в четвертой. А это у нас опять гармонический ряд, альфа у нас равно 4, и значит у нас ряд сходится. А если этот ряд сходится, то значит наш исходный ряд, который состоит из арксинуса в квадрате, тоже будет у нас сходиться. Тоже у нас сходится. И здесь обычно пишется по какому признаку? По предельному признаку сравнения. То есть тем самым мы с вами как раз таки показали, что такой более сложный ряд, он у нас с вами сходится. А свели его опять к гармоническому ряду. Ну, на сегодня с вами на лекциях это все. Сейчас отдыхаем, да, и на практике мы с вами опять продолжим. Да, у нас были с вами приложения определенного интеграла. А мы как раз таки с вами эти приложения и попробуем, да, то есть в каком-то таком урезанном варианте, да, соответственно, на практике применить. Продолжение следует...